Одна из основных проблем, отмеченная практически каждым из запрошенных водителей, связана со слабой, на их взгляд, пропускной способностью на регулируемых перекрестках. Там, где можно сделать пешеходные переходы, там получается, что стоит светофор. Где светофор, там пробка. Как отметил Константин Берендин, пешеходные переходы, как надземные, так и подземные, устанавливаются не в случайных зонах. Одним из определяющих факторов, который влияет на принятие положительного решения в отношении строительства таких затратных объектов, это частые ДТП с участием пешеходов в данном конкретном месте. Идеальный вариант убрать все конфликтные точки. То есть транспорт, пешеход должны быть в разных уровнях, либо под землей, либо над землей, чтобы они вообще не соприкасались. Это будут идеальные условия для движения транспортных средств. Но подобные новые сооружения в Одинцовском районе регулярно строятся и сдаются в эксплуатацию. По плану реконструкции такой объект должен появиться в лесном городке. Проектом реконструкции происходит строительство пешеходного перехода надземного в лесном городке, что существенно снизит риски появления пешеходов на проезжей части. Обусловлено это тем, что большая жилая постройка, наличие станции, которая находится на противоположной стороне дороги. И в часы пик, конечно, очень большое количество пешеходов переходит в Минское шоссе. Не меньше интерес владельцев автотранспорта вызывают расширение действующих трасс и строительство новых транспортных развязок. Я ездю до Голицына. В принципе, меня все устраивает. Хотелось бы узнать, докуда будет расширение данной трассы, дальнейшая ее ремонтка, какие развязки будут. В этом году заканчивается реконструкция участка дороги в районе от 33 до 45 километров Минского шоссе. Как заверил майор полиции Константин Берендин, к июле текущего года планируется его полная сдача. Это развязки в разных уровнях. На 45-м километре это Голицына, 41-м, поворот на город Краснознаменск, 39-м поворот на Жаворонке, и 35-й это Зайцево, поворот на Зайцево. Данная дорога перестроена до категории 1Б. Кроме того, в этом году начинается реконструкция на участках от 27-го до 32-го километров Минского шоссе. Поворот с Минского шоссе на станцию Внуково. Там тоже будет развязка в разных уровнях. Будет развязка через железнодорожный переезд, который идет Московской киевской дистанции пути. Данные работы рассчитаны на 4 года. Кроме прочих развязок, ремонтные работы на Минском шоссе начинаются на участке трассы от 45-го по 64-й километры. Планируется построить по три полосы в каждом направлении. Также наблюдательный водитель отмечает равное количество времени, уходящее на прохождение что через Одинцово, что в объезд. Если смотреть проблему по Можайскому шоссе, то, что в обход Одинцово здесь немножко задержки светофором, как-то немножко не отрегулировано, мне кажется, в этом отношении. Что казалось бы, здесь проходишь по прямой в район Жаворонка, а из-за светофора расстояние то, что ты проходишь через Одинцово, то, что проходишь одинаково по времени. Проведение открытых приемных позволяет не только выяснить проблемные для водителей моменты, а такое общение способствует взаимопониманию между сотрудниками ГИБДД и участниками движения. В частности, практически каждый из опрошенных водителей отмечали положительную динамику с момента вступления в силу нововведения по временному ограничению при прохождении головных участков дорог ноготоннажным транспортом. Плюс в том, что перекрывается движение грузового автотранспорта в режиме, когда пробки, да, и, в принципе, легкового транспорта немножко легче проезжать. В целом, каждый из сторон в этот день получил для себя ценную информацию, которая поможет сотрудникам ГИБДД в работе, а автовладельцам в безаварийном движении по дорогам Одинцовского района. Дмитрий Яковлев, Вадим Аверин, телекомпания Одинцова.